Вас приветствует команда Ведопульс. И мы с вами начинаем вебинар июня. Всех поздравляю с наступившим летом. Надеюсь, что у вас тоже такая же отличная погода, как и у нас. Тема сегодняшнего вебинара – гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. И наш замечательный эксперт Елена Алексеевна Арчибасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета, специалист отдела поддержки компании Биоквант. Всем хорошего. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема этого месяца – кожа и проблемы кожи. Сегодня мы в рамках темы месяца поговорим о гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки. Итак, что же это такое? Гнойные заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки являются наиболее распространенной группой заболеваний, если рассматривать в целом группу гнойных заболеваний. То есть гнойные проблемы кожи среди всей этой группы занимают примерно около 30%. Основными условиями для развития гнойных процессов кожи и подкожно-жировой клетчатки являются ряд факторов, о которых мы сегодня также будем говорить. Ну, прежде всего, это снижение местной резистентности тканей, или по-другому можно говорить о снижении местного иммунитета. Дальше, это снижение общей резистентности, или в целом о работе иммунной системы, то есть в целом иммунной защиты организма. Само слово «резистентность» означает устойчивость. Таким образом, снижение местной и общей устойчивости, или местного и общего иммунитета, являются, так скажем, предрасполагающими факторами к развитию воспалительных заболеваний, в частности, гнойных процессов, которые могут быть в коже. То есть, это мы говорим о факторах со стороны макроорганизма, то есть со стороны организма человека. Но в процессе участвуют еще и, так скажем, непосредственно возбудители, источники этой проблемы. Это микрофлора, то есть микроорганизмы. Так вот, наличие микрофлоры в достаточном количестве, то есть мы говорим и о количественном составе, а также и о, будем так говорить, качестве, то есть непосредственно, кто является источником воспалительного процесса. Таким образом, с одной стороны, это ослабление иммунных защитных сил макроорганизма, а с другой стороны, это проявление агрессивного воздействия со стороны микрофлоры. И это является как раз основными, так скажем, факторами в развитии этой проблемы. Итак, значит, остановимся на этом, ну, несколько поподробнее. Загрязнение кожи. Значит, загрязнение кожи – это основной предрасполагающий фактор развития гнойных заболеваний. И вот хочу обратить внимание, что является загрязнением, ну, так скажем, наиболее таким агрессивным. Это загрязнение кожи различными химическими веществами. Это пыль, в частности, цемент, уголь, известь, то есть все то, с чем может человек столкнуться на производстве. И вот если эти все факторы длительно оказывают воздействие на кожу, то есть имеется длительный контакт с кожей, то здесь могут возникнуть воспалительные процессы, то есть гнойные проявления. Таким образом, мы в дальнейшем будем говорить о факторах профилактики. И в целом загрязнение кожи, даже если это не какие-то вот такие активные, химические, профессиональные, вредные факторы, а в целом загрязнение кожи также является предрасполагающим фактором для развития гнойных процессов. Что еще является предрасполагающим фактором? Это нарушение целостности кожных покровов. То есть это различные микротравмы. Микротравмы бывают различными, различного происхождения. Опять же, это могут быть какие-то профессиональные микротравмы, а также совершенно бытовые. Особенно хотелось бы остановиться на выдавливании так называемых прыщей на коже. Особенно это характерно для людей молодого возраста. Появляются прыщи или по-другому это называются акне. Различные проявления, все видели, как это выглядит. И, соответственно, для того, чтобы убрать этот косметический дефект, как кажется, начинают выдавливать. Так вот, это выдавливание гнойничков, оно также может привести только к усугублению процесса. И от поверхностного воспаления кожи может случиться более, скажем, глубокое гнойное поражение. Значит, следующими предрасполагающими факторами являются повышенное потоотделение, потливость и салоотделение, что также характерно для, в основном, подросткового возраста, когда наблюдается, так называемый, пубертатный период, гормональные изменения. И в это время изменяется сало- и потоотделение кожи. И, соответственно, возникают прыщи, которые молодежь пытается активно выдавливать. Хотелось бы обратить внимание на такие предрасполагающие факторы, как возраст пациентов. Ну, возраст, да, мы сказали, одним из, так скажем, возрастных категорий является пубертатный период становления гормонального фона. А с другой стороны, это возраст уже пожилой, когда снижаются естественные защитные функции кожи. И в целом процессы регенерации происходят медленнее. В дальнейшем это гиповитаминозы, то есть недостаток поступления витаминов в организм. Нарушение углеводного обмена. Хотелось бы выделить такое заболевание, как сахарный диабет. Многие знают, что это за заболевание, чем оно проявляется. Тяжелое заболевание. Одним из, так скажем, проявлений симптомов этого заболевания является нарушение регенерации тканей, вследствие нарушения трофики тканей и регенерации вследствие нарушения в целом обменных процессов. Таким образом, эти изменения также могут привести к развитию воспалительных процессов. Ну и в целом воздействие на организм – это такие факторы, как сильное перегревание и переохлаждение, которые также оказывают свое воздействие на активность иммунной системы. Итак, снижение иммунитета. Нормальное состояние иммунных сил организма, то есть в целом, да, резистентность, общая резистентность организма, как мы сказали вначале, препятствует проникновению патогенной микрофлоры в кожу. Снижение же иммунных защитных сил является предрасполагающим фактором. Что же приводит, какие факторы приводят к снижению иммунных сил организма? Ну, прежде всего, это текущие хронические воспалительные заболевания. Что хотелось бы выделить из хронических заболеваний, которые приводят к ослаблению иммунитета? Ну, прежде всего, это заболевания бронхолигочной системы и лор-патология. То есть это хронические танзелиты. И у нас один из вебинаров был посвящен теме танзелиты ангина, где мы подробно останавливались на роли иммунитета и развитии этого процесса. Так вот, нужно сказать, что хронический танзелит является очагом миндалины. Они являются очагом хронической инфекции в организме. И поэтому этот фактор способствует снижению защитных механизмов. Дальше, это, ну, как я сказала, различная бронхолигочная патология, но наиболее часто встречаются хронические бронхиты, которые сопровождаются как периодами обострения, так и состоянием ремиссии. Это различная лор-патология, помимо танзелитов, это различные синуситы. И наиболее распространенным синуситом является гайморит. Это тоже очаг хронической инфекции. Кориозные зубы – это тоже очаг хронической инфекции. Следующее – это в целом заболевания, сопровождающие снижением иммунитета. Ну, и ярким представителем такого заболевания является вирус иммунодефицита человека, когда в целом при этой инфекции идет подавление иммунитета. И при ВИЧ основная проблема – это то, что организм подвержен воздействию любых микроорганизмов и вирусов. Далее, снижение иммунитета способствует прием некоторых лекарственных препаратов, которые назначаются докторами, если это необходимо. Это довольно сложные и серьезные препараты – это иммунодепрессанты. В частности, сюда относятся гормональные препараты, стероидные гормоны, так называемые, которые подавляют иммунитет. Как правило, эти препараты, иммунодепрессанты, стероидные гормоны, они применяются очень длительно, и пациенты их могут применять месяцами, даже годами. Это примем таких препаратов, как цитостатики. Цитостатики тоже применяются очень длительно, могут применяться годами. Препараты, которые назначаются в онкологии для подавления роста опухолевых клеток. А также сюда относятся различные воздействия лучевой терапии, что тоже нашло свое применение при лечении различных онкологических проблем. Ну и такие сопутствующие факторы, о которых мы сегодня уже говорили, это влияние на иммунитет таких факторов общего воздействия, как сильное перегревание, воздействие жары, переохлаждение, действие низких температур. А также это неполноценное питание. Неполноценное питание, которое характеризуется недостаточным поступлением в организм пищи, составу компонентов белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. И, как правило, белковая недостаточность, то есть белковое голодание, способствует снижению защитных сил организма. Мы сегодня с вами говорим о гнойных заболеваниях кожи, которые имеют общее название пиодермиты. Слово пиос по латыни означает гной. Дерма – это кожа. Ну, дословный перевод – это, получается, гнойная проблема, гнойные заболевания кожи. Так вот, эти заболевания чем обусловлены? Обусловлены внедрением, проникновением различных микроорганизмов. То есть, что является непосредственной этиологией, непосредственной причиной? Это различные, так скажем, микроорганизмы – стафилококки, стрептококки. К ним также, к этим микроорганизмам, можно отнести вульгарный протей, синегнойная палочка, это кишечная палочка, это мекоплазма. Так вот, оказывается, когда, если исследовать нормальную микрофлору кожи, ну, допустим, взять ладонь любого человека и, так скажем, сделать смывы, поселы, то, что находится у нас на коже, на ладонях, то высеивается очень большое количество различных микроорганизмов. Ну, прежде всего, это стафилококки, их, конечно же, больше всего. И в основном они локализуются в подногтевом пространстве. И очень много, если говорить уже не о коже рук, то микроорганизмов, в частности, стафилококков, находятся в слизистой оболочке носа, зела. То есть, мы живем вместе с этими микроорганизмами, то есть, образуем такой некий симбиоз. И, соответственно, при нормальном функционировании организма происходит такая некая естественная антигенная стимуляция. Да, у нас антигены живут в ротоглотке, это естественно. У нас микроорганизмы, да, вот антигены, они находятся на руках. Но, соответственно, при повышенной загрязненности и большом скоплении этих микроорганизмов в подногтевом пространстве, соответственно, они могут проникать в организм, так называемую, болезнь грязных рук. То есть, тоже причиной развития уже кишечной инфекции также являются микроорганизмы, которые мы съедаем с пищей, съедаем вместе с тем, что находится на грязных руках. Итак, значит, мы переходим к пиодермитам. Что же относится к ним, да, по классификации? По классификации относится целая группа различных заболеваний. Здесь давайте мы их сначала перечислим, а остановимся мы сегодня не на всех, а только на трех. Ну, прежде всего, это фолликулит, фурункул, карбункул. Вот это те нозологи, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Это гидроденит. Гидроденит – это воспаление потовых желез. Это абсцесс, о котором сегодня мы тоже будем говорить. Это флегмона. Остановимся как в качестве осложнения предыдущих нозологических форм. Это рожистое поражение или то, что просто называют рожа. Вот основные заболевания, которые многие, по крайней мере, слышали. А может быть, у некоторых какие-то проявления даже и были на коже, допустим, в виде фурункула. Итак, чтобы говорить о том, как развиваются эти заболевания, хотелось бы сначала остановиться на том, как устроена наша кожа. Итак, кожа – это орган нашего организма. Это, нужно сказать, самый большой орган нашего организма. Основная функция – это, конечно же, защитная барьерная функция. И вот здесь, на представленном слайде, как раз и очень отчетливо видно, из чего состоит наша кожа. Значит, в коже выделяют, ну, будем так говорить, три самостоятельных слоя. Первый слой называется... Сейчас я вам это покажу. Называется эпидермис. Наружный слой кожи, который состоит, в свою очередь, из пяти слоев. Значит, идем, если идти изнутри к наружу, то на базальном слое располагается, так называемый, шипиковый слой. В дальнейшем идет зернистый, блестящий. И самым наружным слоем кожи является роговой слой кожи. Вот он. Роговой слой кожи, в чем его особенность? В том, что в нем совершенно нет кровеносных сосудов. Следующий участок кожи – это дерма. Дерма или, собственно, кожа. Собственно, кожа состоит, в свою очередь, из двух слоев, которые называются сосочковый и сетчатый. Так вот, в сетчатом слое дермы содержатся кровеносные капилляры, лимфатические капилляры. Здесь находятся фолликулы волос, волосяные фолликулы. Здесь находятся гладкомышечные элементы, то есть так называемая мышца, поднимающая волос. И когда мы можем проследить работу этой мышцы, ну, все, наверное, слышали такое выражение – волосы стали дыбом. Так вот, если мы говорим о волосяном покрове кожи, то волосы, да, соответственно, могут приподниматься, в том случае, если вот эта вот мышца, приподнимающая волос, сокращается. И отчетливо это можно видеть, допустим, когда становится холодно гусиная кожа, и волос тоже несколько приподнимается. Также здесь в сетчетном слое дермы располагаются железы. Железы располагаются, вот, протоки потовой железы, сальные железы, все это располагается непосредственно в дерме. И следующим элементом кожи является подкожно-жировая клетчатка. Подкожно-жировая клетчатка выполняет функцию, ну, прежде всего, терморегуляции. Здесь же происходит накопление, запас питательных веществ, и подкожно-жировая клетчатка, жировая прослойка, она выполняет защитную функцию наших внутренних органов. То есть вот такое строение имеет в целом кожа, и она является таким мощным барьером на пути проникновения различных антигенов, микроорганизмов уже непосредственно во внутреннюю среду. Остановимся на защитных механизмах кожи. Нужно сказать, что кожа, значит, поддерживает определенный уровень pH, который составляет от 3 до 7. И это, так скажем, условия, в которых существует, ну, будем так говорить, нормальная микрофлора, или по-другому, условно-патогенная микрофлора, в которой мы сосуществуем. Ну, живем, так скажем, в мире согласия. При нарушении функции, да, вот, кожи, выделения пота, сала, может меняться pH, и, соответственно, условно-патогенная флора может становиться для нас агрессивным фактором. Также здесь в коже присутствуют клетки лангерганца. Это специфические иммунные клетки. Они находятся в эпидермисе, то есть верхнем слое кожи. И они обеспечивают нам местный иммунитет, то есть местную резистентность. Клетки вырабатывают такие вещества, как интерферон, ну, слово интерферон, я думаю, многим знакомо, лизоцин. Это вещества, которые обладают, будем так говорить, антибактериальным действием, то есть уничтожают болезнетворные микроорганизмы. То есть вот это все те факторы, которые препятствуют проникновению чужих антигенов в наш организм. Ну, теперь уже перейдем непосредственно к нозологическим формам. Попытаемся разобраться, чем они отличаются друг от друга, в чем их сложность и в целом клиническая картина. Ну, первая форма, на которой мы сегодня останавливаемся, это фурункул. Фурункул – это гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула. И окружающих его тканей. Давайте посмотрим вот здесь на слайде. Вот он идет, волосяной фолликул. Вот волос. И, соответственно, гнойное воспаление вот этого волосяного фолликула. Вот это не что иное, как и есть фурункул. Итак, при развитии процесса воспаление затрагивает сальную железу. И окружающие ткани. Возбудителем чаще всего является золотистый стафилококк. Что способствует возникновению вот этого воспаления, вот этого гнойного процесса? Это, конечно же, проникновение этого микроорганизма в кожу. Почему микроорганизм проникает? Почему он там начинает оказывать свое воздействие? Что этому способствует? Ну, прежде всего, это нарушение гигиены кожи, о чем мы сегодня говорили. То есть это загрязненность кожи. Это нарушение целостности кожного покрова. Это различные трещины, порезы, ссадины. Это также нарушает барьерную функцию кожи и способствует проникновению микроорганизмов. И все то, о чем мы сегодня с вами говорили, это снижение в целом защитных иммунных сил организма, которые могут быть при различных факторах. То есть при нарушении питания, авитаминозе, сахарном диабете и так далее. Так вот, фурункулы могут развиваться только на тех участках кожи, где есть волосы. На тех участках кожи, где нет волос, а это ладони, это ладонная поверхность пальцев, это подошвы, там, соответственно, фурункул развиваться не может. Чем же проявляется фурункул? Клиника. Ну, прежде всего, вокруг корня волоса формируется пустула. Что такое пустула? Ну, пустула – это такой, как бы, пузырек или узелок, заполненный гноем. Кожа, ну, вот как здесь вот представлено, да, также на слайде. Кожа гиперемирована, то есть она становится красная. Гиперемия – это покраснение. Становится красная. Фурункулы могут, как мы сказали, располагаться на любом участке кожи, где есть волосяной покров, в том числе и в преддверии носа, и наружном слуховом проходе. Так вот, если фурункулы образовались в этих местах, то здесь наиболее выражена болезненность. На вершине, как вы видите, да, образуется вот такой вот некроз. Вот это вот белое образование – это некроз. То есть это уже такие вот отмершие участки кожи. Это лимфоциты, которые принимали участие в фагоцитозе, то есть, так скажем, принимали участие в борьбе с инфекцией. Значит, образуется некроз. Постепенно, где-то в течение недели этот инфильтрат будет расплавляться, и вот эти некротизированные участки, они будут выделяться. То есть будет такое вот гнойное отделение. Это гной. Что он сюда включает? Это некротизированные участки кожи, клетки и клетки иммунной системы – фагоциты, нитрофилы, макрофаги. То есть все это будет отторгаться. Соответственно, если фурункулы располагаются на лице, на коже лица или на мошонке, то здесь, так скажем, особенности строения кожи объясняются рыхлостью подкожной клетчатки, и поэтому, если фурункул возник в этом месте, то, помимо прочего, еще будет очень выражен отек, отечность ткани. И вот когда произошло отторжение гнойного содержимого, рана очищается от этого гнойного содержимого, она заполняется грануляциями, то есть появляются новые клетки, так как здесь дефект кожи, да, образуется такая, как бы, небольшая язвочка, которая постепенно начинает зарубцовываться, и на месте фурункула образуется небольшой белый рубец. Мы говорим о каком-то одном фурункуле, да, одиночном фурункуле, который возник в каком-то одном месте. Но иногда есть, так скажем, высыпание фурункулов, и это уже будет называться таким проявлением, как фурункулез, то есть много очагов воспаления. И эти фурункулы могут быть локализованы как на каком-то одном участке тела, а также они, фурункулы, могут покрывать многие участки тела, то есть располагаться практически на всем теле. И вот это проявление фурункулеза, особенно часто возникающие фурункулы, а если он еще не один, а в виде фурункулеза, то это всегда, конечно, свидетельствует о нарушении системы иммунитета. Следующая нозологическая форма, на которой мы сегодня останавливаемся, это карбункул. Карбункул – это уже сливное, ключевое слово, сливное, гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов и сальных желез с образованием общего, обширного некроза кожи и подкожной клетчатки. И вот здесь вот это как раз очень хорошо заметно на представленном слайде, где как раз видно сливное воспаление нескольких волосяных фолликулов, несколько сальных желез вовлечено в процесс. Процесс может распространяться, соответственно, захватывая все больше волосяных фолликулов, а также гнойный процесс может спускаться вниз. Итак, воспалительный инфильтрат увеличивается не только вследствие периферического роста, то есть вовлекая все больше и больше новых фолликулов, но и распространяется вглубь лежащие ткани, вплоть до подкожно-жировой клетчатки. Чем проявляются фурункулы? При пальпации будет отмечаться, конечно, резкая болезненность, воспалительный процесс, резкая болезненность, очень больно. В чем отличие от фурункула? То есть постепенно, не в одном, а в нескольких местах вокруг волосяных фолликулов будет располагаться глубокий некроз. Некроз – это как бы отмертвление участка ткани, но в данном случае кожи. И если посмотреть на этот очаг, на очаг этого некроза, отмертвление вот этого участка кожи, то характерным признаком карбонкула является его цвет. Цвет либо выражено синий, либо даже черный, как уголь. И поэтому слово карбонкул, как видите, да, от слова карба, карба – это уголь. В зависимости вот от этого цвета, да, угольно-черного цвета некроза, и карбонкулый получил свое название. В дальнейшем, как бы, если посмотреть по этапам развития карбонкула, то в чем оно еще отличается от фурункула, да, то есть это более тяжелое, во-первых, гнойное воспаление кожи и подкожно-жировой клетчатки. Появляется несколько отверстий, ну, в зависимости от тяжести, их может быть даже множество отверстий, из которых вытекает гнойно-кровенистая жидкость. Ну, то есть в целом происходит, будем так говорить, гнойное течение, то есть расплавленные ткани, некротизированные участки, плюс, конечно же, клетки иммунной системы, и постепенно это все начинает отделяться наружу. Так, сейчас подождите. Вот. Вот таким образом, да, выглядит карбонкул, то есть более такое серьезное поражение, которое вовлекает больший участок кожи, свое поражение. Итак, формируется язва. У язвы неровные края. В начале язва неглубокая. Если на нее посмотреть, то на дне этой язвы видны так называемые стержни. Стержни, такие некротические образования зелено-желтого цвета, которые, ну, должны отторгаться, и они постепенно будут отторгаться, но этот процесс более длительный, он не так, ну, быстро, что ли, происходит, как при фурункуле. После отторжения этих некротических стержней на коже образуется дефект. Дефект – это вид глубокой язвы, края которой подрыты, края синюшные или даже черные. Постепенно происходит очищение этой раны, этой язвы. Она заполняется грануляциями и также будет рубцеваться. И рубцеваться она будет уже более длительное время, так как очаг более обширный. Рубцевание будет происходить где-то примерно около трех недель. Следующая форма, но мы идем как бы по степени утяжеления, это абсцесс. Абсцесс, дословный перевод, это гнойник. Ну, абсцесс, этот процесс может затрагивать не только кожу, он может располагаться абсолютно в любых тканях организма. Поэтому, что характерно в целом для абсцесса? Это ограниченное, и это ключевое слово, ограниченное скопление гноя в тканях и различных органах. Так как абсцесс может быть и абсцесс легкого, и абсцесс печени и так далее. Но мы сегодня говорим об абсцессе мягких тканей, то есть абсцесс, вот этот гнойник, ограниченно заполненное, так скажем, пространство гноем, располагается в мышцах подкожно-жировой клетчатки. Абсцесс обязательно имеет ограничение, то есть он отграничен от окружающей ткани. То есть эта полость, заполненная гноем, она отграничена. То есть этот гной, он не растекается, не захватывает в процесс воспаления близлежащие участки, что характерно для флегмона. Там нет никаких ограничений. Там разлитой гнойный процесс. Здесь все четко локализовано и ограничено. Это основная, так скажем, отличительная черта, характеристика абсцесса. Ну давайте посмотрим. Значит, если слева нарисована абсолютно здоровая кожа, то справа как раз изображен абсцесс. Вот еще раз. Абсцесс в дерме, да, мягких тканей с вовлечением в процесс, возможно, подкожно-жировой клетчатки. Четко локализован, четко отграниченная полость гноем, никуда не расползается. Итак, что может стать причиной абсцесса? Ну, конечно же, это проникновение инфекции через кожу, через поврежденную кожу. А также абсцесс может быть осложнением. То есть это может быть, как уже осложнение фурункула, карбункула, других гнойных воспалений кожи, таких как лимфоденит, это воспаление лимфатических протоков, гидроденита. Гидроденит – это воспаление потовых желез. А также есть такое очень серьезное заболевание, как сепсис. Так вот, при сепсисе инфекция распространяется стоком крови, и, соответственно, при сепсисе могут быть такие метастатические как бы отсевы, отбросы инфекции и образование абсцесса в самых различных местах, в самых различных органах. То есть это уже является как осложнением, проявлением сепсиса. Еще раз хочу подчеркнуть, что особенностью абсцесса является наличие пиогенной, пиогенной оболочки, от слова «пиус» – это гной, то есть это гнойные оболочки, которая четко отграничивает полость, заполненную гноем, от рядом расположенных тканей. Итак, ну, клиника. Абсцесс, нужно сказать, может быть хроническим и острым. Ну, давайте остановимся на обострении, либо на остром абсцессе. Ну, вот примерно так вот он выглядит. Значит, абсцесс – это такой типичный воспалительный процесс. Для него характерны все симптомы воспаления. И вот здесь я их привожу. Значит, для любого воспалительного процесса характерны такие проявления, как колор, по-латыни колор, это повышение температур. Ну, то, что местное повышение температуры, будет это обязательно, но при абсцессе будет наблюдаться уже и системная реакция, которая будет проявляться повышением температуры тела. И она может быть самой различной от степени выраженности от субфибрильной до фибрильной. Доллар – это боль, то есть выраженная болезненность в области абсцесса. Тумор – это опухоль, то есть отечность при пухлости этого места. Рубор – покраснение, гиперемия. И функция ЛС – это нарушение функции. Ну, в зависимости от того, в каком месте расположен абсцесс, нарушение этой функции и будет наблюдаться. И для абсцесса характерен такой симптом, как флюктуация. Ну, флюктуация – дословный перевод «зыблини». То есть, если при пальпации абсцесса, то ощущение под пальцами будет, что как будто что-то упругое отражение на пальце будет обратно идти, как «зыблини». Это говорит о том, что там есть какая-то жидкостная структура. Ну, в данном случае, это, конечно же, полость, заполненная гноем. Вот основные проявления абсцесса. Хотелось бы остановиться на возможных осложнениях в целом гнойных заболеваний кожи. При любых гнойных заболеваниях кожи и при фурункуле, и при карбункуле, и при абсцессе, и при любых других инфекция может распространяться и вовлекать в процесс, затрагивая другие элементы. Значит, осложнениями может быть лимфангит и лимфоденит. То есть, воспалению будут подвергаться лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Далее, таким осложнением может быть еще также, это острый тромбофлебит, то есть, поражение стенки вен. Это сепсис, да, вовлечение уже общее, системное. Абсцедирование, то есть, возникновение абсцессов, да, фурункул, карбункул может перейти в абсцесс. И даже может развиться флегмона. Вот. В чем отличие абсцесса флегмона, это разлитое воспаление, значит, кожи и жировой клетчатки, без четких границ. То есть, никакого, так скажем, ограничения этого воспалительного процесса нет. Следующим осложнением может быть переход гнойного процесса на сустав и возникновение гнойных артритов. И могут быть осложнения, которые могут привести очень быстро к летальному исходу. Хотелось бы остановиться на тех гнойных процессах, которые локализуются в области лица и шеи. Ну, во-первых, лицо и шеи – это такая анатомическая область, которая имеет особенности кровообращения. И одна из этих особенностей заключается в целом в очень обильной сети кровоснабжения. Так вот, любое выдавливание прыщей, фурункулов, не дай бог, карбункулов, значит, вот этот вот воспалительный процесс, это гнойное содержимое микроорганизма, они могут попасть напрямую в кровеносные сосуды. И вот хотелось сказать, что существует лицевая вена, которая соединяется, образует анастомоз через глазные вены непосредственно с кавернозным синусом головного мозга. Так вот, инфекция напрямую при вот таких выдавливаниях, она может сразу попасть в кровеносное русло и попасть в сосуды головного мозга, что в свою очередь приведет к развитию гнойного менингита, летальность при котором составляет, как вы видите, 90-100%. Поэтому этого делать, а именно выдавливать чего-либо на лице, ну и вообще где-то, ну совершенно не нужно. Если перейти к аюрведическим представлениям гнойных заболеваниях кожи, то в аюрведе основной причиной возникновения фуронкулов, карбункулов считается прежде всего внутренняя загрязненность организма. И появление, да, эти проявления на коже, они как бы являются свидетельством о том, что необходимо очищение. Так вот эта вот внутренняя загрязненность организма, она называется ама, ну или по-другому токсичность. И вот эта токсичность ама, она может быть вызвана различными факторами. Ну, одним из этих факторов является неправильное питание. И особая роль в развитии токсичности и в целом проявлении, ну, воспалительных процессов на коже играет печень. Поэтому любые токсические состояния, любые, в том числе и проявления кожи, значит, они обязательно связаны с проблемами печени. И мы сегодня про это еще поговорим, когда будем говорить о меридианах. Итак, из всего, из того, что мы сегодня узнали, можно, конечно же, сделать вывод, а как профилактировать, да, гнойные заболевания кожи. Ну, прежде всего, особое внимание нужно уделить на, в целом, гигиенические мероприятия. Да, значит, то есть нужно соблюдать в целом гигиену кожи, в целом гигиену тела. Это уход за кожей, это чистота кожи, это правильная одежда, которая хорошо пропускает влагу и воздух. Это чистая кожа, да, кожа, одежда обязательно подобранная по температурному режиму, лучше всего из натуральных материалов. Это мероприятие, которое направлено на укрепление иммунитета, да, то есть укрепление иммунного статуса и, конечно же, устранение гиповитаминозов. Это правильное питание. Ну, витамины, это источник их в основном является, что различные фрукты, ягоды и овощи и мед. Рекомендуется, значит, по эрвидическим канонам. Итак, значит, мы говорим о воспалительном процессе, о снижении общих защитных механизмов кожи, как в целом, как зеркало, как проявление недостаточности иммунитета. То есть в целом мы можем говорить о недостатке отжаса, одной из частностей которого является ослабление иммунитета и в целом нервное истощение. Так вот, мероприятия, которые увеличивают отжас. Еще раз, да, это здоровая пища, сбалансированная по белкам, жирам и углеводам. Ни в коем случае недопустимо белковое голодание. Это пища, в которой присутствуют необходимые витамины и микроэлементы. И опять же, если мы обратимся к эрвидическим представлениям, то, так скажем, источниками повышенного отжаса является мед и перетопленное сливочное масло. Следующее – это хороший сон, спокойствие и хорошие, приятные, положительные эмоции. Все это будет направлено на повышение отжаса и в целом укрепление иммунитета. Итак, если причиной возникновения фуронкула, карбонкула, абсцесса и всех других гнойных кожных процессов является инфекция, и если процесс уже имеет место быть, то нужно воздействовать таким образом, чтобы, так скажем, уничтожить этот микроорганизм. Применяются природные антибиотики. Природные антибиотики – это, прежде всего, травы. Травы, которые способствуют очищению гнойных ран и, в целом, рассасыванию гноя. Правильно сказать – очищению гнойных ран. Травы можно применять внутрь, с целью антибактериального системного эффекта, но также их можно применять и использовать наружно, в виде различных компрессов и примочек. То есть эти компрессы прикладываются к фуронкулам, карбонкулам. И вот хотелось бы остановиться на некоторых травах эверведических, которые обладают таким антибактериальным действием. Это манжишта, катука, маргоза, или по-другому ним, вайда, куркума и барбарис. Затравы, обладающие, так скажем, выраженным антибактериальным эффектом. Ну и все-таки нужно об этом сказать, потому что это применяется. Хирургическое лечение. Если это запущенные формы гнойных заболеваний, то, конечно же, они подвергаются оперативному вмешательству, с удалением этого гнойного очага, с осечением ткани, с очищением раны, с удалением этого гнойного содержимого. Затем регулярно накладываются повязки с различными антисептическими растворами, гипертоническими растворами, которые вытягивают гнойное содержимое. Поэтому, так скажем, крайней мерой лечения вот этих всех проявлений, конечно же, является оперативное лечение. Теперь мы переходим к основным индексам аппаратно-программного комплекса «Видопульс», которые могут, так скажем, указать на наличие проблем кожи и на наличие воспалительных процессов кожи. Ну, как обычно, мы рассматриваем модули меридиана, биоэнергетики и недана. Итак, модуль меридианы. На что здесь хотелось бы обратить внимание? Это три меридиана. Первые два из них при гнойных процессах будут вовлечены в процесс обязательно. Это меридиан толстого кишечника. Меридиан толстого кишечника как, так скажем, место детоксикации. Поэтому, если имеются ярко выраженные гнойные процессы, воспалительные процессы, то будет вовлечен в процесс активный процесс. Этот меридиан толстого кишечника будет напряжен. То есть он будет находиться в красном цвете. И, так как мы сейчас сказали, что любые токсические процессы, связанные с изменением работы печени, то обязательно в процесс будет вовлечен и меридиан печени. И вот здесь вот я привожу скриншот, когда в процесс вовлечен меридиан печени, и он, соответственно, тоже находится в красном цвете, то есть находится в состоянии напряжения. И следующий меридиан, это меридиан селезенки поджелудочной железы. И он будет вовлекаться в процесс не всегда, а на более, так скажем, запущенных случаях, тогда, когда в процесс активно вовлекается иммунная система. Как правило, ее идет, так скажем, ослабление роли иммунной системы. То есть какие-то уже системные изменения. Тогда можно увидеть еще и изменения со стороны меридиана селезенки и поджелудочной железы. Вот здесь, на этом скриншоте, как раз это и видно. Следующее. Обратимся к модулю недана субдоша. Так как мы ведем речь о коже, то основными маркерами, которые свидетельствуют об изменениях кожи, являются изменения по субдошам, по пита-доши. На что мы здесь обращаем внимание? Ну, прежде всего, это броджака пита. Броджака пита при любом кожном процессе, а особенно таком ярком, выраженном воспалительном процессе, обязательно будет вовлечена. И если это процесс воспалительный, то, конечно же, броджака пита будет находиться в напряжении. Вот здесь, да, она находится в красном цвете, в напряжении. Броджака пита. Так как это непосредственно та субдоша, которая, если дословно говорить, отвечает за иммунитет кожи, за лучистость кожи. На втором месте вовлечения в процесс будет уже ранджака пита. Вот, ранджака пита – это та субдоша, которая отражает состояние печени. Еще раз, да. То есть любая интоксикация, любая ама, да, она всегда сопровождается процессами, которые будут затрагивать печень. И, соответственно, если есть интоксикация, то печень также будет находиться в состоянии субдоша, да, ранджака пита будет находиться в состоянии напряжения. А также хотелось бы остановиться еще на одной субдоши – это пачака пита. Пачака пита – вот она. Это та субдоша, которая в целом отражает огонь, огонь пищеварения. Так вот, при воспалительных процессах кожи, таких выраженных, да, гнойных, ярко выраженных процессах, огонь пищеварения снижен. И это как раз будет отражаться, вот, так скажем, проявлением пачака питы. И вот здесь, да, на скриншоте видно, да, что пачака питы находится в таком угнетенном состоянии. Так вот, сниженные проявления пачака питы всегда свидетельствуют о выраженной аме, то есть интоксикации. Следующим, на что мы обращаем внимание, это адхату, недан адхату. Ну, и, конечно же, здесь, недан адхату, мы должны посмотреть на ракта. Ракт адхату. Ракт адхату – это все, что объясняет нам клеточный элемент крови, в частности, это клетки иммунитета, это лейкоциты. И, соответственно, при таком выраженном воспалительном процессе ракт адхату будет находиться в состоянии напряжения. Вкладка «Биоэнергетика». Ну, здесь, смотря в каком стадии будет происходить запись. Если это стадия разгара проявления, да, клинических проявлений, когда иммунные реакции активны, когда организм пытается, ну, хотя бы как-то отграничить вот этот участок воспаления и сопротивляется ему, то мощность энергетического поля может быть напряжена. И вот я здесь как раз привожу тот пример, когда выраженность, яркость воспалительного процесса, мощность энергетического поля в целом может быть довольно высокая. И при этой всей мощности, давайте обратим внимание, имеется напряжение со стороны печени, да, то есть то, что говорит об ее, так скажем, интенсивной работе направлено на детоксикацию, то есть это все является, так скажем, косвенными признаками воспаления, добавление ко всему тому, что мы сказали выше. И, соответственно, со стороны селезенки и поджелудочной железы, со стороны этого функционального канала также наблюдается определенное напряжение, что говорит о том, что иммунная система активно отвечает на это проявление. Таким образом, клиника, анамнез, проявления на коже, плюс те модули, которые мы сейчас с вами посмотрели, они могут многое рассказать и помочь в диагностике, в дальнейшем прогнозировании течения данной ситуации и вообще прогнозировании в последующем по развитию этих проблем. Ну и последнее, что я хочу привести, показать вам, это те травы, те лекарственные растения, которые можно использовать при гнойных заболеваниях кожи, при фурункуле, при карбункуле, при абсцессе, при гидродините. Данную информацию мы почерпнули, я скажу, из тех источников, которые нам любезно предоставил Субботялов Михаил Альбертович. И, соответственно, здесь приводятся эти лекарственные растения, их соответствие в зависимости от типа конституции. Я неоднократно привожу на некоторых вебинарах травы, специи, лекарственные растения, и, соответственно, там, где стоит плюсик, это говорит о том, что данному типу конституции это лекарственное растение показано. А, допустим, капха типу алтей не показан, то есть для данного типа конституции он не подходит. На этом хотелось бы сказать, что я заканчиваю сегодняшний вебинар, который был посвящен гнойным заболеваниям кожи. И хочу сказать, что следующий вебинар, посвященный проблемам кожи, состоится через неделю, 11 июня. Он будет посвящен такой актуальной проблеме, как псориаз, где мы также постараемся разобрать, ну, так скажем, основные этиопатогенетические звенья псориаза, проявления, так скажем, возможные методы профилактики, а также разберем основные принципы диагностики на АПК видопульс. Если вопросов нет, конечно, да. Значит, при воспалении во рту, да, потому что эти травы обладают антибактериальным эффектом, поэтому при воспалительных заболеваниях полости рта их тоже можно применять. Всем большое спасибо. До свидания.